В этом году мы превзошли те планы, которые у нас были в конце прошлого года. Если мы закрыли 2016 год с результатом 380 тысяч пассажиров, то уже 7 ноября этого года мы планируем встретить полумиллионного пассажира в нашем аэропорту. По итогам года мы ожидаем, что пассажиропоток составит 580 тысяч пассажиров и, соответственно, рост будет 64%. Это, пожалуй, самый большой рост среди аэропортов России. И в современной истории аэропорта Бегишева мы впервые встречаем полумиллионного пассажира. Да, рост на 20% это где-то Турция, это дали рейсы в Анталию. А остальное мы получили благодаря приходу лоукостеров, в частности, это авиакомпания «Победа», которая за счет снижения цен увеличила загрузку, в том числе и у своих конкурентов. Конкуренты пошли вниз по цене вслед за «Победой», где-то мы стали конкурировать уже с железными дорогами, где-то мы стали переманивать пассажиров из соседних аэропортов, и за счет низких цен нам удалось существенно увеличить пассажиропоток. Конечно же, «Победа» авиакомпания интересная, под нее надо подстраиваться, под нее надо выстраивать отдельные процессы, но, тем не менее, это дает свой результат. Ну, знаете, как, если стандартно у нас принято в России, что самолет типа «Боинг-737» разворачивает за один час, то стартовое пожелание «Победы» было 35 минут. Мы с ним справились сразу же, то есть с первого рейса мы подстроились под этот график технологический, но дальше больше, аппетит растет во время еды, и сейчас «Победа» планирует переходить на 25 минут, на разворот. Соответственно, мы стали тренировать свой наземный персонал, пробовать различные варианты, как ускорить технологический график, и лучший результат, который нам на сегодняшний день удалось показать, это 23 минуты. Это включает в себя посадку пассажиров, высадку пассажиров, багаж и плюс к тому заправку воздушного судна. Это, пожалуй, лучший результат в России на сегодняшний день. В этом году мы получили допуск к обслуживанию воздушных судов «Боинг-767», и мы планируем, что в следующем году мы уже приступим к полноценному обслуживанию широковзляжных самолетов. Из других планов, из развития инфраструктуры стоит отметить то, что в 2018 году мы планируем приступить к строительству второго терминала аэропорта. Это будет терминал международных вылетов. Как раз мы его рассчитываем, исходя из того, что те типы воздушных судов, которые мы будем обслуживать, они вмещают в себя большее количество пассажиров, и нам необходима новая, более комфортная инфраструктура. Думаю, что в 2019-2020 год мы уже сможем предложить своим пассажирам совсем другой уровень сервиса, другой уровень комфорта. Да, конечно, есть. У нас есть стратегия на 5 лет. В течение 5 лет мы планируем войти в топ-30 аэропортов России. Ну и дальше зависит от того, как будет двигаться отрасль. В принципе, при определенных хороших результатах отрасли мы должны прийти и к миллионам. Но цифра, понятно, что очень большая на сегодняшний день. Сейчас мы закончим под 600 тысяч, и необходим будет существенный рост для того, чтобы мы вышли на миллион. Но мы продолжаем искать различные варианты того, чтобы увеличивать свой пассажиропоток. Сертификата ISAGO нет. Планы в получении сертификата есть. Дело в том, что мы полномерно подходим к решению этой задачи. Невозможно с нуля взять и получить сертификат ISAGO. В каком-то смысле, даже если эта задача будет выполнена, она будет выполнена, наверное, не так качественно. Поэтому мы начали с сертификатов ISAGO. Мы прошли рейс-сертификацию в этом году успешно. И, собственно говоря, имея тот базис, который нам дает ISAGO, мы уже получаем возможность перейти к более высокой степени, именно к отраслевой стандартизации ISAGO. Это все входит в пятилетнюю стратегию развития аэропорта. Понятно, что это не сегодня, не завтра, но, тем не менее, мы должны к этому идти, потому что сертификат ISAGO – это дополнительный бонус, который можно использовать в переговорах с авиакомпаниями, особенно с зарубежными.